Всем привет ребята и как ваши дела? Я уверен что отлично, ведь в этом 2021 году вышло очень много крутых игр. И именно поэтому я решил рассказать вам самые популярные игровые новости, о которых вы просто обязаны знать. Завари себе чаек, возьми печеньки, подпишись на мой канал с колокольчиком, а мы начинаем. Итак, наши новости открывает игра под названием Ronin The Last Samurai. И хоть игра вышла довольно таки недавно, она уже успела набрать кучу фанатов. Ведь ей нет аналогов и она уникальна в своем роде. Лично мне очень понравилась озвучка. Также мне очень понравилась прорисовка этой игры и звуковой ряд. По сюжету вы должны найти своего мастера, на которого напал другой клан. И хоть игра простая, она довольно таки сложная даже с самого начала игры. Так что с ней сможет справиться только бывалый игрок. Также в этом году я нашел экстра ординарную игру, которая затянула меня с первых минут. А такое бывает ой как не часто. Короче, по сюжету вы начинаете игру, у вас 4 персонажа и у каждого 60 левел. Каждого моба вы без проблем убиваете с одного удара. И только я подумал, что это скучная игра, появился легендарный дракон, который убил всех моих героев. Это было реально круто и неожиданно, после чего вы должны будете выбрать одного героя, за которого хотите поиграть. Ну и качать его, апать левел и в итоге замочить того дракона. А беспрецедентным фаворитом в жанре гоночных игр стала игра под названием Asphalt 9. Игра просто побила все рекорды, ну и давайте разберемся почему. Первое и наверное самое важное, это нереальная графика игры. Второе, это звук, от которого в наушниках просто сходишь с ума. Ну и третье, они полностью поменяли управление игры. Теперь вам не нужно поворачивать, это делает за вас робот. Все, что вам нужно делать, это дрифтить, ускоряться и выбирать путь, по которому вы хотите ехать. Казалось бы, а в чем тогда прикол игры, но если не попробуешь и не узнаешь. Потому что я играл в многие части Асфальта и это управление мне понравилось больше всего. Короче, эту игру советую поиграть всем. Вышла новая игра с шикарнейшей анимацией под названием King of Avalon. Это стратегия, где вы должны развивать свой замок. И казалось бы, ужасная графика, но мне нереально понравилось то, что бои показываются анимацией. То есть драка происходит в виде фильма и итог фильма будет происходить в самой игре. Это очень необычно и очень круто. А дальше у нас игра под названием World of Tanks. И нет, это не реклама. Просто хотел сказать, что эта игра теперь доступна на телефонах и в нее может поиграть каждый владелец Android. Графика этой игры на телефоне неплохая, звук тоже неплохой, но про эту игру не буду больше говорить, потому что вы про нее и так все знаете. И все же, чтобы вы не подумали, что это была реклама, вот вам аналог игры World of Tanks, которая мне понравилась намного больше. Игра называется War Robots, ну потому что вы играете за робота. И в отличии от World of Tanks, где я чуть не разбил свой телефон, здесь просто нереально легкое управление. Да и вообще, игра мне понравилась своей простотой, здесь вы также должны захватить базу противников и убивать вражеских роботов. Также здесь нету рандома типа пробил, не пробил, есть стабильный урон и все решает чисто твой скилл. Также думаю будет грех не сказать, что теперь каждый может скачать Roblox на телефон и поиграть в любую игру. Например тот же Among Us, только в 3D. Это довольно таки удобно, потому что вы теперь можете скачать и поиграть в любую игру, не загружая ваш телефон. Также в этом видео я решил вам посоветовать поиграть в игру лично от меня. Эта игра называется Heroes, и если вы хоть раз смотрели фильм Джедаи, то вы просто обязаны в нее поиграть. Игра идет ровно по сюжету фильма, поэтому вы постоянно вспоминаете интересные моменты. И это просто приятная, ненапряжная игра с хорошей графикой. И еще одна новая популярная игра, созданная по сюжету сериала Ходячие мертвецы, также она и называется. Где вы должны улучшать свое поселение и после чего драться против зомби. Думаю очевидно, что главная цель игры выжить, чтобы вас не съели. Игра хоть и простенькая, но опять таки для тех кто смотрел сериал Ходячие мертвецы, она будет очень и очень интересной. Ну и последняя, думаю самая интересная игра из этого списка Lords Mobile. Это новая уникальная игра, где очень захватывающие драки и нереальные сражения. Также вы должны расстраивать поместье и улучшать своего героя. Потому что во время битвы, ваш герой выходит на дуэль с вражеским героем и кто побеждает, почти всегда побеждает главную битву. Такое я в играх вижу впервые и это мне очень сильно понравилось. Так что обязательно выбери хотя бы одну игру из этого списка и поиграй в нее. Короче говоря, все игры из сегодняшних новостей чем-то отличаются от других игр и они еще являются самыми лучшими. Ну а на этом игровые новости подходят к концу. Обязательно подпишись на мой канал с колокольчиком, поставь лайк и напиши какая игра тебе понравилась больше всего. Ну и также посмотри вот это вот видео. Всем спасибо и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok